Всем привет! Сегодня я с вами хотел бы поговорить о таком неожиданно удачном для меня приобретении. Это страйкбольная версия пистолета Беретта от компании KWC. Является точной копией Беретты 92А1. Очень сделана копийно. Отличия очень небольшие, попозже о них расскажу. Пистолет очень интересный. Давайте расскажу все о нем подробно. Как я его нашел? Увидел, что на Озоне продается пистолет от KWC. Беретта стоит 10 тысяч рублей. Умеет стрелять автоогнем, умеет стрелять одиночными. И все. Ну, думаю, Беретта как Беретта. И что-то меня вот сподвигло ее заказать. Значит, сначала я про нее немножко почитал. Это, в принципе, что это вообще такое. Есть такие же Беретты от компании Umarex. У KWC есть они в 4,5 мм и в 6 мм в калибре. Также Umarex... А, Umarex выпускает только в 4,5 мм. И у них нет автоогня. На самом деле, Умарексовская Беретта это та же Беретта от компании KWC. Просто сделана по заказу Umarex. То есть, пистолет один и тот же. Единственное, что KWC стоит 10 тысяч рублей, а Umarex стоит почти 20. Вот и все. И на самом деле, у него, у Umarex заблокирована функция автоогня. Ее можно вернуть, но это надо немножко поработать ручками. И я, естественно, когда все это выяснил, сразу же ее заказал, как ни удивительно, на Озоне. То есть, его можно заказать, получить, прийти, посмотреть, нравится, не нравится, если что, отказаться. Двухнедельный возврат гарантированный. То есть, если вам что-то не понравилось, можете прийти, вернуть. Очень удобно. Давайте посмотрим, как я получал ее на Озоне. Двухнедельный возврат гарантированный. Все, идем получать. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно нам, пожалуйста, посылочку? Конечно. Будьте любезны. Номер или штрих-код. Настер-код или имени Смошкинкова. Да. 75-й запас. 65-й. Ваше хрень. Кто-то вкуснее. Что-то что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все вроде новенькое, цельненькое, свеженькое. Смазочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Ну вот, примерно все это так происходит, получение. Значит, смотрите, что мне здесь... Я, честно говоря, от нее ничего особого не ожидал, но когда взял ее в руки, первое, от чего я охренел, это от ее возвратной пружины. То есть затвор у нее... Ход очень тугой, практически как на боевом пистолете. На пневматике я такого не видел ни разу. Соответственно, у нее очень крутой блоу-бэк. Ну, режимы, естественно, одиночки автоогня. Понятно, вот здесь маленький рычажок их переключает. Давайте посмотрим, как она вообще, в принципе, стреляет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все очень неплохо, я одиночкой автоогнем. Потом о копийности. Значит, еще раз напомню, точная копия береты 92А1. Отличается она от боевого. В принципе, только логотипом KWSU вместо береты на накладках, на рукоятках. Но это не так критично. И отсутствие надписей на затворе и затворной раме. Но лучше уж никаких, чем у Морекса просто белой краской сверху нанесено. В принципе, всегда при желании можно их выгравировать. А так, копийность, ну, вообще, в принципе, полная. Вес у нее со снаряженным магазином килограмм 100 грамм. То есть, в принципе, соответствует боевой берете, снаряженной стандартными боеприпасами и стандартным количеством патронов. Покрашена очень весьма неплохо. То есть, краска смотрится здорово и все сидит классно. Значит, есть, как у боевого пистолета, защита от срыва курка. То есть, если мы не до конца взвели, он у нас застопорится, не выстрелит. Потом также есть функция декопинера. То есть, когда мы взвели курок, мы можем снять с боевого взвода предохранителем. Что еще, можно сказать, интересного по скорости? Значит, стреляет она очень мощно. У нее 0,20, а это страйкбольная версия, работает на СО2. Значит, при стандартном шарике 0,20 грамма скорость примерно 130-135. 0,30 грамма у меня на замерах было 110-115 метров в секунду. Что очень весьма неплохо. То есть, в принципе, она неплохо бьет бутылки даже пластиковыми шарами. От себя, хочу сказать, пистолет, ну, просто шикарный. То есть, я от него не ожидал вообще таких результатов. Нисколько не жалею, что взял себе в коллекцию копийность. Можно еще и пострелять, лупить достаточно здорово. Ощущение от стрельбы просто прекрасное. То есть, блоубэк у нее просто великолепный. И ее стоимость, в принципе, при нынешних ценах очень неплоха. Одного баллончика примерно хватает на 2-2,5 магазина. Газ заканчивается резко. То есть, нет, что она начинает там как-то пукать, вяло стрелять. Просто предпоследний выстрел она делает почему-то тройной. То есть, как переходит в авторежим, просто это три шарика. И все, и последний пшик, и газа больше нет. Баллончик ставится очень удобно. Открутили заглушку, поставили баллон, закрутили, все. Газ практически не выходит, все ставится классно. Вот запчасти к ней все доступные. Я, честно говоря, на ней сразу же заменил стволик. Заказал на том же Озоне удлиненный внутренний стволик. Диаметром 6,02, поменьше, чем был родной. И, немножечко поработав напильником, его туда поставил стволик. Стоил около 1000 рублей. Немножко получил прирост 5 метров где-то в секунду к скорости. И, соответственно, немножечко точности. Но это все так, чисто субъективно. В принципе, я данным пистолетом очень доволен. Как с точки зрения коллекции, вес, качество и все прочее. И как просто стройгольную пистолетику, с которого можно популять по мишеньке. В принципе, метров с 15-20, нет, с 20-20, наверное, много, 10-15 метров, точность у него просто отличная. Всем спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь.